Дорога-жизнь, судьба-машина, Подумай, всяк в неё садясь. Что ты оставишь ей на шинах, Всего лишь пыль, а может грязь? И прежде чем топить педаль, Пол уходящего былого, Запомни старую мораль, Мотор не создан для тупого. На Бога можно уповать, Но будь и сам всегда мужчиной, Поломки могут быть причиной Того, что нужно признавать. Лаборатория автомобильной диагностики Осуществляет выездную диагностику Европейских американских грузовиков и автобусов, Прицепов и полуприцепов, Холодильных установок. Реноты 2018 года хотят её, ребята, отправить на заправку, Потому что топливо там Кот наплакал. Так, с левой стороны, что здесь? Ага, польское стекло стоит, и оно уже не оригинальное. С левой стороны лобовое, но надо чистить снег, конечно. Лобовое менялось, это видно. С правой стороны 2018 год стекло стоит. Правое переднее колесо Кама, процентов 70 остаток. Диски тормозные. Диски тормозные можно выкинуть. Волнообразный расход диска. И он такой потрёпанный сильно. Вин номер хорошо читается. Так, правое заднее колёса. Сейчас очищу от снега, посмотрю. Правая задняя резина тоже Кама. Остаток процентов 25. И она такая поношенная. С левой стороны та же фигня. Абсолютно процентов 25 остаток. Но сейчас придётся чистить раму и всё остальное. Если её не погонят на заправку. Вроде как должны на заправку ехать. Левая задняя часть кабины в точечной сварке. Вроде бы как евро пять по документам. Но не факт. Бывают фокусы написано одно. По факту другое. Правая задняя часть кабины в точечной сварке. Ну а дальше посмотрим здесь что к чему. В общем смёл я с рамы. Чтобы посмотреть рама целая или нет. Левое переднее колесо тоже. Остаток процентов 60. Передний левый диск в трещинах. Но имеет равномерный износ. Тормозной диск. А справа износ в волнистую такую структуру. С левой стороны рама целая. Повреждений не имеет. Редуктор заднего моста не вскрывался. С правой стороны рама целая. Повреждений не имеет. Но алюминиевый переход немножко потрёпанный. И в принципе всё откручивалось. И болтается. Это видно хорошо. Вначале попробую завести. Мороз у нас тут с утра был 20 градусов. ДИНАМИН и ОКОППП. Коробка передач. Переключение невозможно. Замечательно. фиг заводится да вот так она выглядит здесь уже кто-то бумажек нарвал зачем-то видимо не умели распечатывать пытались это сделать сидение водительское вот такое вот сейчас будем посмотреть что называется завести то ее надо как-то посмотрим что дальше лобовое стекло имеет трещину хотя и менялась ну вот так вот так левая водительская дверь никогда не снималась дверная рамка никогда не правилась инструментальная ниша демонтажа никогда не было повреждений не имеет правая дверь пассажирская грязь или герметик непонятно грязь по-моему петли никогда не снимались дверная рамка повреждений не имеет ниша инструментальная не демонтировалась шансовый инструмент тут какой-то лежит все целое под капотом капот имеет небольшие повреждения лакокраски под капотом она выглядит вот так отлично просто супер вот она блин масло заливная горловина уже вот такой вот пробкой этот блю заткнута и с целлофаном уже смысла нет смотреть бампер с левой стороны имеет повреждения снизу двигатель с левой стороны в бахте масло заливная горловина пока не сапунит с левой стороны имеется вот такое повреждение с правой стороны вроде все цело но хоть он и холодный но сейчас не дымит но и хрюкает он немножко неправильно здесь уже самопальная установка наверчина и все это идет вот сюда вот не могут делать руками все черти как вообще даже на этих оборотах где-то 900 сейчас прогревочный режим стоит слышно что она работает неправильно потом подниму кабину посмотрю что там еще веселого найдется видно что машина здесь в России где-то все время юзали посмотрим сейчас вот даже по ее диагностике ошибок здесь всяких разных было но возможно они связаны с пониженным напряжением в сети пока не знаю панель уже русифицирована это хорошо вот здесь вот под рулем вот здесь вот есть колесик который крутите да и вот переход по менюшкам на тот же колесик как на мышку нажимаете вход в меню видите ну и дальше можно ходить смотреть вот так вот видите как интересно 201,7 литров на 100 километров показывает нормально да расход топлива таблица что слева что справа одинаковая забавно ладно посмотрим что здесь так и что не так распечатка тахографа поглядим что тут вообще бумаги накидали в туалет что ли пытались сходить посмотрим что он распечатает а самое смешное что он ничего не печатает вообще ничего не печатает то есть принтер не ведет распечатку забавно уже сейчас машина нагрелась холостые у нас правильные балансировка по цилиндрам первый минус 23 второй минус 15 третий плюс 2 четвертый плюс 7 пятый плюс 8 шестой плюс 19 ну только что было плюс 20 но вообще конечно значение если сложить вот эту группу и вот эту группу то получается разница ну и дальше смотрите в блоке управления транспортным средством центрального компьютера 65535 неисправности дистанции пробега высокое значение величины вне диапазона калибровки компонент работает некорректно ха-ха-ха но он троит он троит хрюкает и обороты неустойчивые ну все в общем-то более-менее даже визуально ясно крутящий момент двигателя каждая запись рассчитывается на каждые тысячи часов работы двигателя опорное значение рассчитывается с первыми тысячерабочими часами а последняя запись соответствует последним тысячам смотрим последняя запись 12640 ну исходя из услышанного и увиденного по этому автомобилю в общем-то стопленный здесь не очень все хорошо ну исходя из ошибок из разнообразных да в том числе и ошибка в центральном компьютере да но принтер не печатает все тут в общем ну ну вот вот вот